В эфире телеканала Алматы первое ток-шоу, где мы говорим о самых острых женских проблемах. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Женский мотив». Разбираться в сложных, а порой запутанных историях будем мы, очаровательная писательница Аян Кудайкулова и тележурналист Диля Мухаммеджанова. Давайте начнем. В июле этого года Казахстан захлестнула волна флешмоба под хэштегами «Не молчи и я не боюсь сказать». Своё начало эта акция взяла в Украине, продолжилась в России, но вот теперь дошла до Казахстана. Став жертвами сексуального насилия, многие женщины перебороли свой страх и боль, чтобы, наконец, рассказать о масштабах проблемы. И теперь они готовы помочь тем, кто вместе еще находится в этой беде. Как жить после нападения и где искать защиты и правды? Итак, встречаем нашу героиню, которая после 20 лет молчания все-таки нашла в себе силы противостоять несправедливости и собрала целую армию последователей. Встречаем. Дина Смаилова. Здравствуйте, Дина. Рада вас видеть в студии. Проходите. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Встреча наша сегодня проходит в этой студии. Но, конечно, хотелось бы для начала всем нашим зрителям показать, что вы нам рассказали до этого. Давайте посмотрим на экран. В съемке и гастроли общественное признание. Многие годы из-за внешнего благополучия продюсера Дины Смаиловой скрывалась душевная травма. Спустя 20 лет она позволила боли выйти наружу. Ее откровенное письмо с хэштегом «Не молчи» дало толчок целому общественному движению в поддержку жертв изнасилования. Мне было очень сложно написать это письмо. Я просто вот, я целый день ходила дома, плакала из-за этого, потому что я знаю свой характер. Я знала, что я его напишу. Ну, я знала, что будут последствия суровые. Но вот что-то вот двигало, двигало мной, чтобы я, ну, сделала, совершила этот поступок, не знаю. Это какое-то, может быть, отчаяние уже до такой степени, что мне пришлось. Потому что настолько падает самооценка, настолько падает уважение к себе. Много лет, оказывается, я вообще жила, не понимая даже, что где-то я направляю, ну, против себя направляю какие-то, ну, и агрессию, и в то же время довольствие собой. Но я поняла, что мне все-таки эта ситуация не дает покоя. С одной стороны, я вот, скажу так, ну, испытала вот своего рода облегчение. Это даже вот сказалось на моем весе, потому что я была 105 килограмм, сейчас 75. Потому что вот этот груз, который я годами носила, он с меня просто спал, свалился. Потому что груз вины, груз стыда, груз вообще много чего непонятного, да. Изменения какие-то произошли внутреннего характера, какой-то стержень какой-то появился, да. Понимание того, что ты не виновата, что это вообще от тебя никак не зависело. Ну, хочется все-таки быть цельным человеком, быть человеком гармоничным. И делать, если что-то, то делать уже в удовольствие, да. Не потому что ты кому-то доказываешь, что ты все-таки не плохая девочка, а хорошая девочка, да. Не потому что ты там должна в обществе заслужить уважение через какие-то свои проекты. И самое страшное, что вот таких женщин очень много. Потому что, когда я написала это письмо, получилось, что мне в личную почту стали писать очень многие женщины. Есть даже мужские истории страшные, просто трагические мужские истории даже есть. Настолько сильно это меняет судьбу женщин. Вот есть личности со стержнем сильные, да. Я вот отношу себя к сильной личности, потому что я все-таки не пала духом, я не сломалась. Я что-то делала, чего-то добивалась, да. Есть люди, которые ломаются под корень, которые больше не выходят замуж, не рожают детей. Вот это вот самое страшное. Я не могу это оставить равнодушно, потому что через мое сердце прошло очень много таких страшных жизненных историй человеческих, которые вот меня настолько сейчас задели. Дина, скажите, пожалуйста, вот очень многие женщины, я знаю, прошли эту ситуацию тяжелую, но многие молчат. Вам что было тяжелее, пройти эту ситуацию тяжелую или рассказать об обществу? Прежде чем я заявила обществу, мне страшнее было пойти к психологу. На самом деле прошло 25 лет. Даже 25? Да, я пошла к психологу впервые, когда уже прошло 25 лет, когда я уже была взрослый человек, понимала, что что-то с моей жизнью не то происходит. Моя мама знала, что со мной это произошло. Ну просто мне было тогда 20 лет, когда со мной это случилось. И все родственники знали, просто я вот так категорично сказала всем, никто никогда со мной на эту тему не говорите. Ну это был шок, это первая реакция, когда человек защищается. В тот момент, конечно, всем легче было молчать и не возвращаться к этой теме. Но то, что происходить со мной стало потом. Можно, конечно, забыть, я всегда говорю, вы забудете само изнасилование, вы забудете вот это, ну все, что там происходило с вами. Вы это забудете, вам просто мозг отключит это все. Но то, что будет происходить с вашим состоянием психологическим, вы с этим никогда и сами не справитесь. Это я уже поняла спустя много лет, что не только я одна, в моем окружении оказалось очень много подруг, которые тоже подвергались изнасилованием, каким-то домогательствам сексуальным, насилию семейному. Это все отражается на характере. Вы как-то связываете с тем, что все-таки, допустим, нет у вас вот этого, знаете, вот этой претензии все-таки к своей маме, которая не поддержала, не взяла вас, не отвела в отделение милиции, не повела к психологу? У вас травма все-таки? Знаете, это вот такая травма, да, которая, ну, претензий очень много. Ну, и не только к маме вообще, да, в первую очередь к себе много претензий. Потому что я много лет занималась самоездом, и себя, саму себя винила много лет, то, что я такая трусиха, я не могу пойти даже к психологу. Ну, представьте, вот 25 лет... У вас были комплексы. Вы ни с кем об этом не говорите. Вот это, ну, такая вот проблема, да? Именно на тему. Вообще ни с кем не говорите. Я заметила очень много женщин, которые были изнасилованы. Они, если не были у психолога, если они эту проблему не лечили, они боятся слова изнасилования. Вот я даже не могла вслух это слово произнести. Но пока я, конечно, сходила к психологу, не прошла сеансы лечения, пока я не освободилась вот от этого состояния, да, что я виновата, как стыдно, как ужасно. Тем людям, которые не коснулись этой проблемы, им не понять, а откуда у вас это чувство вины? Вы знаете, это чувство вины, оно не только у меня. У пятилетнего ребёнка чувство вины. Он совершенно не осознает. Это такая травма. Оно неосознанно на тебя одевает чувство вины. Хочешь ты этого или нет? Дело не в том, что человек, да, дело в обществе. Нас будет осуждать общество. Мы будем защищаться перед обществом. Мы будем говорить, вы извините, я вообще хорошая девочка, но недавно меня вот изнасиловали, теперь я вся грязная, замаранная, теперь со мной рядом не садитесь. Вот в тот момент у вас не было такого желания покончить себя или какие-то вот против себя что-нибудь, вот как вы перебороли? Какие-то страшные действия совершить? Это не просто было желание, это даже было сделано дважды, ну, две попытки суицида было, потому что, ну, какие-то непонятные депрессии, такого состояния, что ты, ну, начинаешь вообще не верить в жизнь, не верить в себя, не верить ни во что. Зачем жить, если ты никому не нужна? Никогда ты другой не станешь. Лучше ты уже не будешь. Ты уже такая на всю жизнь останешься. Ну, то есть то, что навязано извне было, оно настолько сильное, оно настолько вот вас, ну, вот будет преследовать всю жизнь. Это уже, ну, как бы вот это чувство ушло, когда я стала взрослым человеком, когда я состоялась как продюсер, когда я сходила к психологу, она с меня сняла этот груз вины, груз стыда. Тогда я стала очень много анализировать, и то я сходила на три сеанса и сбежала. Не выдержали? Потому что это невозможно тяжело. Это очень сложно находиться у психолога, всю эту ситуацию постоянно отрабатывать. Когда начался флешмоб, вот я не боюсь сказать, у меня просто взрыв произошел. Видимо, это копилось. Вы считали тогда себя ненужной никому? У вас было какое-то отвращение противоположному полу? И как долго вы с этим боролись? Отвращение, в первую очередь, к себе. К себе было. Это, ну, как бы это синдром жертвы, которая была изнасилована. Мы все-таки себя винили. Да, и, как правило, эти девочки, они больше себя не... Это очень мало, совсем малый процент женщин, которые подверглись изнасилованию, не испытывают чувство вина, отвращения к себе. Это тот процент, где родители сказали, ты не виновата в первую же минуту. Это тот процент, где женщина смогла пойти в милицию, защитить себя и сказать, доведите дело до конца, посадите преступников. Это вот этот процент. А те женщины, которые не смогли сказать, не признали, даже девочки маленькие, которые много лет себе, они будут это носить всю жизнь. Потому что, ну, это их болячка. Они с этой болячкой будут жить всю жизнь. Лучше высказаться. Значит, мы можем обратиться... Как часто обращаются с такими заявлениями изнасилованные девушки, женщины, жертвы? И как вы помогаете? Да, у нас в студии находится Майя Булатовна. В первую очередь, вы специализируетесь на бытовом насилии, но мы вас пригласили и на эту тему, потому что мы понимаем, что она довольно острая. И вот хотелось бы, конечно, узнать, сколько заявлений, как часто обращаются женщины с подобным делом? Да, наше подразделение действительно создано в системе Министерства внутренних дел, как раз-таки, чтобы работать с женщинами, разъяснять им права, что действительно по каждому факту совершения преступления в отношении них надо обращаться в органы внутренних дел, не молчать об этом. И действительно, в этих случаях очень важна поддержка близких, чтобы они действительно правили. И я могу сказать, что у нас в городе Алматы ежедневно по одному факту обращений женщин регистрируется. Ежедневно? Ежедневно регистрируется. В среднем. За год около 300-310. В последнее время у нас есть последние три года. Раньше, я скажу, что было больше 400. Сейчас стало где-то от 300 до 310 фактов обращений. Но здесь я бы хотела отметить, что изнасилованное — это преступление против личности. То есть сама потерпевшая в процессе следственных действий решает, примириться с преступником или нет. Сколько процентов обращающихся готовы примириться? Основная часть обращения говорит о том, что их изнасиловали знакомые или малознакомые лица, то есть лица уже известные ей. И в этом случае процентов очень большой, 70 с лишним, я скажу, которые в процессе следственных действий приходят к примирению. То есть насильник признает свои преступные деяния и приходит к примирению. А есть какая-то статистика возраст? Вот какие? Это все-таки, наверное, люди взрослые, если они идут к примирению. От девятнадцати до тридцати пяти. Скажите, пожалуйста, на каких основаниях факт совершения преступления доказываете? Допустим, очень часто изнасилованные женщины, молодые девушки говорят, что факт преступления не доказано было. Какие анализы надо сдавать? Как вы состав преступления определяете? Я, конечно, не следователь, но желательно жертве обратиться в день нанесения вот этих телесных повреждений и самого факта следствия. То есть сторона насильника были такие ситуации, сильная сторона, а сторона жертвы не имеет денег на адвоката. В таких случаях, как ей защитить себя, если она не может себе адвоката... То есть, получается, слабо против сильного выступает? Да, очень часто такие случаи бывают. Сильные насильники. У нас вот есть в студии Ирина Родионова. Ирина, вы медиатор, и, наверное, вам близка эта тема, потому что все-таки примирение – это оно, это ваше. Да, я немножко скажу по этой тематике. Значит, как сейчас вот говорила коллега, действительно, изнасилование даже самой легкой первой части статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы в отношении преступника до 5 лет относится к категории средней тяжести. Естественно, далее, то есть если в группе лиц и так далее, то это уже статьи там тяжкие, особо тяжкие. Первая часть, только первая часть предусматривает примирение сторон. То есть по 68-й статье может быть уголовное дело прекращено, только если обе стороны пошли на примирение. Если хочет только преступник пойти на примирение, загладит аморальные, материальные, ну, в основном это заглаживание путем передачи денег, потому что моральный вред тут, ну, его никак не загладишь, никакими вот люди, пожалуйста, героине 25 лет, как вы загладите ее моральный вред? Но, однако, сейчас, особенно молодежь, как говорят, 70% прекращают дело порядки примирения сторон. Жертвы в основном идут на примирение, то есть берут от преступника какую-то там сумму денег, ну, или оговаривают там путем путева каких-то там, санатурное лечение и так далее, оплата тому же психологу, например. Но если жертва не простила преступника и не собирается прощать, то ни о каком примирении речи не может быть. В данном случае мы, как медиаторы, уже пишем, что ситуация немедиабельная, потому как принцип, один из принципов процедуры медиации, это добровольность сторон. Добровольность сторон. А все-таки часто сходятся они на... Вот на чем сходятся больше? В основном, я вам скажу, вот у нас не приходит жертва сразу к нам и говорит, я хочу пойти на процедуру медиации. В основном, если жертва, потерпевшая сторона, обращается в органы, правоохранительные органы, и уже на стадии следствия, то есть когда уже преступник найден, даже еще не важно, доказана его вина, какие улики, какие экспертизы потерпевшая сторона проходит, то в таких случаях либо кто-то из родственников, либо сами стороны, либо иногда правоохранительные органы предлагают, если вам нужен медиатор, пожалуйста, мы можем пригласить. Тогда приглашают вот нас, как специалистов. Мы разговариваем с одной стороной, разговариваем с другой стороной. Если видим, что действительно потерпевшие, обвиняемые решили примириться, то мы как медиаторы, выступая в данном случае посредниками, заключаем медиативное соглашение, прописываем каждый пункт, простила, не простила, принес извинения, нет, оплатил, там, когда будет, и составляем медиативное соглашение. Стороны подписывают, на основании медиативного соглашения, естественно, уголовное дело подлежит прекращению. Но это только по первой части. А чтобы не завести уголовное дело, были случаи такие, чтобы насильника просто женили жертвой? Я такие случаи тоже в жизни встречаю. Это вот, мне кажется, Леген, мне кажется, это к вам вопрос. Вот если рассматривать казахские национальные традиции, вы у нас журналисты известны, и через много, наверное, историй прошли. Действительно же, Аян, мы с тобой неоднократно, пока готовились к этой программе, мы слышали, жертва стала... Выходит замуж не по любви, потому что она бесчисленная. Я вообще считаю, что все преступления, которые относятся к категории насилия над личностью и с причинением ущерба здоровья, их надо исключать полностью, нормы о примирении, потому что, ну, это, в конце концов, такие средневековые нормы, которые существовали при Хане Тауке, когда кун выплачивали за убийство и за нанесение тяжких телесных повреждений. Ну, у нас как бы должно быть цивилизованное общество, поэтому нормы эти надо исключать. Никаких там браков не должно быть без воли. Но, однако, есть такие браки. По принуждению. Ну, естественно, есть. У нас вообще много чего есть, чего не должно быть в стране, но я категорически против этого, потому что свобода личности и свобода волеизъявления это самый определяющий краеугольный камень функционирования здорового общества, поэтому тут никаких даже не может быть, мне кажется, ни послаблений, ни вопросов. Вот это все. Другой вопрос, что у нас женщины сами часто не знают, чего хотят. Вы думаете, что это интересно, пошло мужское мнение? Нет, я имею в виду, они руководствуются, ну, что касается дочерей, может быть, воспитаны, скажем так, в традиционных семьях, им же навязывают мнение, ты должна вот это, ты должна вот это, ты должна соответствовать, и оттуда происходит многочисленный невроз в женской части населения. Это и мужчин тоже касается, но я к тому, что есть некое общественное мнение, да вот почему мы говорим, что тяжело преодолеть там какое-то сопротивление выступить? В первую очередь, потому что мы чувствуем, что социум будет осуждать, смотреть, не так, да, мы не чувствуем себя развязанными от этого общественного мнения, это очень плохо, потому что масштаб вот этих вот аульных сплетен, он распространен, в принципе, на всю страну. Это тоже плохо, с этим надо бороться, а для того, чтобы с этим бороться, надо давать нормальное, качественное образование и воспитывать свободных личностей, других нет рецептов. Ну, если это уже произошло, вот ту легенду, смотрите, помните, был скандальный случай, когда вот эту норму примирения сторон убрали из закона о дорожном движении, то есть если все заканчивается летальным исходом, да, одного из участников, то тогда, извините, никакого примирения не может. Вообще лазейок много, там же и первая лазейка, это переквалификация, то есть меняют дело, называют его по-другому. Это же уже преступление, а не лазейка, на самом деле. У которых есть примирение. Поэтому тут просто вообще должно быть, конечно, полное социальное, общественное неприятие подобных норм и реформа законодательства, я считаю, поскольку во главе всего должна стоять личность, ее свобода и ее права. А все остальное, это от лукавого, там, когда говорят, у нас миллион лет вот так вот делали, там, по традициям не так, но это все бред, конечно, собачий. И правда, не было такого миллиона лет. Нет, все было, но давайте говорить. Я с вами не согласна. По уложению, там, жет жар, да, можно было выплатить, там, например, за женщину 10 баранов, а за мужчину приходилось, там, уже конями рассчитываться, да, за убийство, если это просто шаруа. Ну, давайте к этому вернемся. Тоже традиция же, да. Традиции, на самом деле, куча была, но мы же какие-то перенимаем, потому что они позволяют нам сохранять, там, может, мы говорим, некий национальный дух, а некоторые, они просто средневековые, феодальные, мы не можем их принять, потому что они дикие. Если мы сегодня говорим об изнасиловании, а чаще всего в Казахстане жертвой насилия становится женщина, поэтому, Тулиген, к вам вопрос, как к мужчине. Вы вообще эту проблему рассматриваете как-то масштабно? Для вас она является, ну, скажем, болезненной для общества. И вы, как мужчина, как бы отнеслись к тому, если бы на вашем жизненном пути встретилась женщина, которая это пережила, но вы, скажем, ее полюбили? Я думаю, что в этом проблемы нет для нормального человека. Другой вопрос, что там, я думаю, что у всех женщин после этого глубокая психологическая травма, да, и как она пережила эти последствия, это другой вопрос, потому что последствия какие-то такие необратимые для психики, и она сама будет еще от этого страдать, да, и, соответственно, там, брак не случится не потому, что я этому препятствовал, а потому что там какие-то, ну, сложные, да, проблемы, которые должны решать. Что касается изнасилований, в принципе, то это, конечно, такая, это, скажем так, больная точка нашего общества, потому что она характеризует самую главную проблему, это отношение к слабому. Вот у нас сейчас в обществе такая тенденция, да, если есть, ты облечен силой, ты можешь творить что угодно. И это всегда показывает неразвитость общества в цивилизационном смысле, потому что если слабые члены страдают, значит, с обществом что-то не так, да. То есть у нас кто страдает? Дети в детдомах, да, там, педофилией занимаются. У нас женщины страдают, потому что они слабые по отношению к мужчинам. У нас страдают бедные, потому что они не могут ничего противостоять там власть имущим. И на самом деле корневая задача государства это защита слабых членов общества. Оно, собственно, для этого не нужно. Когда государство не выполняет эту функцию, возникает вопрос, для чего оно вообще нужно, да. Проще самоорганизоваться и отстаивать там свои интересы, собственные силы. Что сейчас и происходит, да. Люди какие-то обреждают. Ну, то есть, почему вот, кстати, родственные связи, да, у казахов тоже до сих пор очень сильные. Это очень хорошая традиция, да. Но она во многом, скажем так, спонсируется не в принципе традиция, да, только национальная, а тем, что у нас как только возникает проблема, должны помочь родственники. Чем больше у тебя родственников, тем тебе проще жить. Чем больше детей ты нарожаешь, тем больше шансов, что кто-то из них выживет, да. Не будет задавлена машина, какой-нибудь придурка, там его не заразят в вещь и все такое. Вот такая не очень правильная селекция происходит в нашем обществе. И бороться надо вообще развитием общества. То есть не может быть проблема изнасилования, просто проблема изнасилования. Но вы считаете, что вот Дина сейчас борется с этой проблемой? Ну, конечно. У нас вообще женщины, в основном совсем борются женщины в нашем обществе. А вы насильников сейчас знаете? Знаю. И какое-то время они на вас не давили, как-то вот у вас не было страха еще раз их увидеть и повтор этого? Я даже встречалась с одним из них случайно в больнице, встретилась на лечной площадке. Я пережила паническую атаку, я просто даже не смогла с ним разговаривать. У меня сразу же начался приступ паники. А он нагло посмотрел на меня и сказал, что в прошлый раз ему понравилось, давай повторим. Даже такая наглость была. И вот это вот я еще больше меня просто пугать стала, потому что я думаю, ну, я вообще никак не защищена, потому что он спокойно может повторить. Вы считаете, что жертва все-таки провоцирует на насилие? Может или не может? И как часто на ваш взгляд это происходит? Это даже глупо, мне кажется. Как может спровоцировать? Ну, почему? Очень часто говорят, почему ты была? Ты была пьяна, ты была вызывающе одета или ты с кем-то сама пошла там навстречу? Ну, на самом деле это подмена понятий. То есть пьяна, вызывающая одета и все такое, но это не повод для того, чтобы идти на насилие над личностью. И самое главное, это закреплено в уголовном кодексе, нарушать закон, да? То есть если общество законопослушно, оно понимает, как бы тебя ни провоцировали, ты переступаешь ту грань, за которую последует неотвратимое наказание. Поэтому, ну, наверное, некоторые провоцируют в том смысле, что они хотят, да? Если мы же знаем, что я с этим сталкивался, ну, опосредованно, в студенческой жизни молодой, когда девушки сами потом пишут заявление, да, этим шантажируют своих там насильников, даже были организованы группировки, где девушка кого-то там якобы соблазняла, а потом подавала заявление. Хотя там был секс по обоюдному согласию, просто она была несовершеннолетия, да, на основании этого автоматически переравнив к уголовному преступлению. Ну, вот такие проблемы есть, но, то есть если возвращаться к вопросу, нет. Я считаю, что никакая провокация не должна привыкнуть, то есть не является оправданием насилия по отношению к женщине. А что бы вы сказали Дине? Дина у нас сегодня современная Жанна Дарк, наверное, потому что повела за собой массы и раскрыла эту проблему так, что сегодня мы здесь находимся. Ваш исключительно мужской взгляд и мужское обращение к Дине? У меня к Дине исключительно огромное уважение, исходя из того, что я вот не читал, честно говорю, этот текст, и вообще я не читал большинство текстов под этим хэштегом, потому что мне очень тяжело это делать, чисто физически я сильно переживаю, долго отхожу, и как-то вот мне тяжело это переносить. Но я считаю, что бороться надо за права и в первую очередь нашим женщинам, потому что они один из уязвимых слоев. Поэтому только огромное уважение, боритесь дальше, если нужна какая-то помощь, обращайтесь без проблем. То есть я всегда готов. Я вообще сторонник помощи вообще в принципе всем, но поскольку у нас слабые всегда уязвимые, я сторонник помощи слабым. Давайте всех вместе к ногтю прижимать. Спасибо большое. Спасибо. Когда мы говорим о примирении сторон, у нас есть реальные шансы на то, чтобы эта мера была включена. И вот я обращаюсь к вам, Ирина, как к медиатору, специалисту, и к вам, Дина. Потому что здесь, смотрите, какой вопрос. Если мы не поднимем сейчас этот вопрос, он так и не пойдет на законодательный уровень. Я вот хочу ваше мнение спросить. Можно я скажу? Дело в том, что мы сейчас организовали наше движение. Мы собрали такую коалицию организаций активных, которые занимаются именно вот этим вопросом сейчас. Мы готовим круглый стол, который пройдет в Астане. Именно мы поднимаем тему изнасилования и именно тему реформ законодательства в этих вопросах. И первый вопрос, который мы просим изменить в законодательном порядке, как не изменить, а внести поправки, о том, что мы просим убрать полностью примирение сторон. Это реально? Вот сейчас главный вопрос. Знаете, если за нами станет общественность, вот как мы сейчас это делаем, мы активно привлекаем всех на нашу сторону. Потому что само по себе примирение сторон, это означает, что преступник оставил деньги жертве, как правило, на жертву оказывают давление, чтобы она взяла эти деньги. Потому что жертва, она остается один на один с преступником, за которым стоит адвокат, за которым стоит милиция, за которым стоят родственники. Жертва, как мы сегодня слышали, как правило, она слабее намного, потому что, видимо, у нее нет такого поручительства. И ничего не остается. Она согласна на любые деньги, лишь бы быстрее закончился этот кошмар. Таких женщин, которые хотят дойти до конца, посадить своих преступников, их единицы. Их вообще очень мало. И поэтому вот примирение сторон для меня, например, лично для меня, это преступление против личности. Потому что этот преступник завтра выйдет, еще кого-то изнасилует, еще кому-то деньги заплатит. Он даже не числится нигде в базе данных, как преступник. Он примирился, у него даже суда не было. Понимаете? Майя Булатовна, вот если, смотрите, такая ситуация произойдет, получается, что у вас в разы меньше станет работы. Если эта мера о примирении сторон исчезнет, либо наоборот, вам станет, наоборот, труднее работать. По-любому, любое обращение, оно регистрируется. А дальнейшая процедура примирения, она все равно идет в рамках следственных действий. И с подключением сейчас по новому законодательству, медиация. Но она может происходить и без медиации. Поэтому, я считаю, будет она примирение, или, конечно, будет сокращено производство. До суда она не дойдет. Если это примирение сторон, она будет оставаться. И уголовное дело не возбуждается? Возбуждается. Даже если примирение. Значит, там насильник признает свою мину. Здесь возбуждается. И данный преступник, он все равно в базе остается, потому что это не реабилитирующие основания. Его не реабилитировали. Он проходит по нашей базе, как ранее привлекавшись. А если, допустим, он повторно... Но он не судим, конечно. Судимость не получает. Он просто походит в пробайсе. Если он повторно совершает... Это уже новые преступления. Получается, государство здесь против личности. Потому что личность остается незащищена. Вот в данный момент сейчас говорил молодой человек о том, что женщины манипулируют. Если бы было примирение сторон, убрали бы примирение сторон, женщины бы не манипулировали. То есть вы думаете, что это вынужденная мера, когда женщина старается... Женщина бы тоже, например, если она манипулирует сексом, например, она взяла и подставила этого мужчину, у них был обоюдный секс, а она написала заявление. Но если бы она знала, что нет никакого примирения сторон, никакие деньги, никакие компенсации не выгодны, она сядет в тюрьму за то, что она оговорила человека, было бы меньше таких манипуляций со стороны женщин. Правильно же? Дина, я знаю, вот я сейчас хотела бы сказать, в студии у нас находится ваша команда, ваша группа поддержки. И вот сейчас я хотела бы обратиться. Есть у вас мнение на этот счет, как все-таки жертва может добиться наказания для преступника, для того, кто совершил преступление против личности? У меня вопрос к Ирине. Не считаете ли вы примирение сторон, это преступление против женщины? Потому что сегодня она его простила, но она продолжает жить с этой проблемой. А преступник, вот как сказали ранее, я абсолютно с этим согласна, он чувствует свою безнаказанность, он может пять раз заплатить жертве, и это никак не влияет на его дальнейшую жизнь. Это, получается, государство покрывает преступника, то есть оно способствует увеличению количества преступлений. Не так ли? Да. Нет, я с вами вообще категорически не согласна. Как я уже говорила, закон о медиации предусматривает добровольные. То есть на медиацию идет человек, в данном случае, допустим, потерпевшая, идет на медиацию только по своему волеизъявлению. Если даже медиатор при совершении процедуры медиации видит, что, скажем, у одной из сторон есть какие-то там физические недостатки, или при разговоре предусматривается, что, ну, может быть, там родители какое-то давление оказывают, да, мы вправе, так же, как и нотариус при совершении сделки, мы вправе отправить человека в клинику, в центр психического здоровья, чтобы нам даже предоставили справку, понимаете? Потому что сделку должен совершать дееспособный человек. У нас, в нашем случае, я считаю вообще вот по вот этой теме, что примирительные процедуры, они дают право не только преступникам, они дают право и потерпевшей стороне, понимаете, получить, допустим, какую-то компенсацию. Одно дело, что жертва не хочет, это не хочет, и пусть вот эти дико все. Вот я вам скажу, в 70% действительно не всегда предлагает сам обвиняемые деньги. Зачастую девушки, зачастую, да, вот изнасилованные женщины, они говорят, хорошо, кому-то, как вы говорите, надоедает, да, ходить по органам, там, следственным и так далее. Но очень есть такой процент, который говорит, хорошо, ты мне заплати такую-то сумму, вот это, вот это, я с тобой подпишу соглашение. Ее же никто не заставляет. Я говорю, что и потерпевшей, и обвиняемой дается такое право, но никто насильно не заставляет. Это воля изъявления обеих сторон. Вопрос же не в этом, вопрос в том, нужен ли этот закон. Этот закон категорически нужен. Он позволяет манипулировать и той, и другой стороне. Речь идет об этом. Этот закон, сам закон, является преступлением против личности. Именно сам закон. Мы живем все-таки в цивилизованных. Нет, в цивилизованных странах, ни в одной стране мира нету примирения сторон по изнасилованию. Я бы хотела поддержать, Дима. Изнасилование, это тяжкое преступление, где сажают на пожизненное, минимум 20 лет. Вот тяжкое, тяжкое, это вот вторая, третья, четвертая часть тяжких, да? Нет, я могу с вами посмотреть. Это законодатель. Есть страны, в которых даже просто домогательство считается уже приравненное к изнасилованию. Есть, кстати, такие факты. Приравненное к изнасилованию, человек минимум на 20 лет садится в шлюбе. Я поняла. Почему там нету такой статистики изнасилования? Да, где четко определено. Есть термин, что такое? Средней тяжести, небольшой тяжести и так далее. Вот изнасилование, в вашем случае, действительно тяжкое. Нет, нет, нет. Мне вот такой легкой степени изнасилования. Давайте просто. Давайте услышим. Нет, это такое легкое. Майя Булатовна, вы знаете. Что значит легкое? Я вам хочу сказать, что вот в вашем случае, если группа лиц и так далее, это тяжкие, они медиации, они примирению сторон не подлежат. Примирению подлежат, это только первая часть. Можно я скажу одну историю из жизни нашей потерпевшей? Не было изнасилования. Было прикосновение к половым органам, родных людей, родные люди, девочку маленькую. Как это расценивать? Это расценивается как домогательство, но по сути это изнасилование. Потому что человек, вы сейчас говорите, человек страдает всю жизнь. Ребенку в жизни испортили. Сейчас есть 40 лет, есть 40 лет, она не смогла построить семейную жизнь. Я вам рассказываю психологические последствия. Это 40 лет женщине, она в 5 лет была надругательством, было над ребенком, ее трогали половые органы, касались родителей, там папа или кто, я не знаю. Но факт то, что 40 лет женщине, она не может выйти замуж, она не может родить детей, у нее большая психологическая травма. Что вы скажете? Вы говорите, у тебя легкая форма изнасиловника? Расскажите, что это такое легкая форма? Нет, 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 я не говорила легкая. Ну, это можно квалифицировать. Первая степень, да, подождите, две степени. Нет такого понятия, и то тяжесть определяют. Да, нет такого понятия, как легкое изнасилование. Нет, изнасилование делится просто, есть первая часть, это изнасилование, и это категория преступления, относится к средней тяжести. Ну, что такое средняя тяжесть? Что такое? Изнасилование мужчину и женщину. Вот. А вы знаете, какая-то тяжелая травма, какая она психологическая? Есть фобии, есть психические атаки, есть судороги, есть гормональные отклонения, есть раковые опухоли, все что угодно. Одно изнасилование, один половой акт. Это получается, как когда вызываешь милицию, когда происходит драка, ну вас же не убили, зачем ехать? То есть тут и в таких же случаях изнасилование, оно само по себе, это тяжелейшая психологическая травма. При всем при том, что у насильников совершенно разные бывают действия, совершенно разные поступки. Это тяжело откладывается в глубине души, и невозможно с этим справиться на самом деле. И поэтому я считаю, что нельзя никак квалифицировать средней тяжести, там еще какая-то тяжесть. Это прежде всего тяжелейший моральный вред. И огромная-огромная травма. К Майе Булатовне вопрос. Все-таки психологи работают на месте, когда жертва приходит с заявлением? У нас в каждой поликлинике штатами предусмотрены услуги врачей-психологов. Но, к сожалению, не каждая жертва идет за помощью. Но мы в рекомендательном характере всегда говорим. И через родственники, и самой жертвы отдельно приглашаем. Если чувствуем, что действительно женщина находится в крайнем психологическом таком затруднении. А есть квалифицированная помощь, Дина? Квалифицированная помощь психологов? Потому что я знаю, вот у вас есть волонтеры, у вас есть целая команда, вы уже собрали людей, которые проводят, я знаю, Карина, блогер, она проводит арт-терапию. То есть это можно сопоставить с тем, что предлагают, например, наши внутренние органы? Вот знаете, профессиональных психологов вообще в Казахстане единицы. И есть даже, я могу сказать с уверенностью, что единицы психологов, которые работают именно с изнасилованием. И если вы направите, например, жертву изнасилования в поликлинику, к психологу, который вообще не знает, как с ней здороваться после этого, она не окажет ей помощь, она ее разрушит дальше. Это просто колоссальная проблема нашего общества. То, что мы сейчас делаем, у нас работает в пяти городах психологи, и если к нам обращаются жертвы уже с тяжелыми последствиями, есть женщины, которые, например, ну вот на сегодняшний день до сих пор травме 20 лет, она до сих пор переживает, у нее сильные фобии, у нее стрессовые ситуации, даже некоторые женщины по-маленькому бегают в туалет из-за того, что вот до сих пор какая-то такая невылеченная травма, да. Вот даже вот в таких случаях мы не можем. А что вы предлагаете? Вот, Карина, что вы занимаетесь? Мне кажется, у нас очень неквалифицированно оказывают помощь жертвам насилия, потому что, к примеру, когда ты приходишь в органы, ты абсолютно незащищен, то есть начинаются вот эти извечные допросы в кабинете следователь, то есть ты пережила насилие, тебе страшно видеть перед собой мужчину, тебе задают вопросы, а как, а где, а что. Это бездругно. Это бездругно. Это бездругно. Это бездругно. Опиши, разъясни, расскажи. Мне кажется, это неправильно. Тут, естественно, здесь тебя допрашивают, все узнают у тебя, потом тебя возможно отправят на экспертизу, рекомендательно направят к психологу и, возможно, посадят того, кто к этому причастен, а, возможно, пойдут на примирение сторон. Скорее всего, мне кажется, что, во-первых, надо вести процессуально что-то для жертв насилия, какую-то процедуру для них, чтобы упростить им все вот эти вот прохождения всех инстанций, допросы, расспросы, потому что это тяжело переживать вновь, когда ты рассказываешь это. Даже когда читаешь истории, это тяжело воспринимается. Я хочу сейчас просто воспользоваться ситуацией, обратиться к родителям. Дело в том, что от вас очень много зависит от родителей, что дальше, как дальше жертву будет переживать вот эту травму. Потому что, даже если она виновата, как вы думаете, даже если это произошло как-то там, она создала для этого все условия, чтобы ее изнасиловали, как многие тоже считают. Некоторые девочки молодые настолько доверчивые, они даже мысли не допускают, что там одноклассник может ее изнасиловать. Поэтому ваши первые слова, которые вы скажете своему ребенку, должны быть обязательно. Ты ни в чем не виновата. Обязательно, потому что, если только мама говорит, что ты наделала, как ты это смогла, кто это с тобой сделал, и почему ты там оказалась, или еще что-то, это уже травма, это уже записанное на подсознании, на всю жизнь. Вот она будет как лента крутиться, это магнитофонная у вас в голове, вот это обвинение мамы. Если мама включила страх, стыд тем более, стыд, если мама включила и увидела, боже, как стыдно, какой ужас, что вот это с ребенком такое сделать. Это все, это опять же ребенку на всю жизнь, она будет носить это с собой всю жизнь. Точно так же, как и мужья. Точно так же мужья должны реагировать на своих жен, на изнасилованную жену, точно так же должен реагировать муж. Ты ни в чем не виновата, я тебя во всем поддержу, ты моя женщина, я тебя люблю такую, какая ты. Но это поймите, это точно так же, что вот вы попадете под машину. Если человек попал под машину, его побежит спасать вся родня. Все начнут нести продукты, в больницу заботиться, переживать, бедненько попал под машину. А если женщина изнасилована, все стараются пробежать мимо, и не знают, что ей сказать, и не знают, как позвонить. Я на себе это ощутила очень остро, потому что, когда я написала эту статью, из моей жизни выпало очень много друзей. Здесь я хотела бы вам привести пример. Все-таки, почему мы затрагиваем эту тему, говорят, жертва виновата сама, ты спровоцировала, ты, я повторюсь, была пьяна, или ты выглядела как-то вульгарно. Фотопроект американской журналистки наглядно демонстрирует то, что жертва не виновата никогда. То есть, девушка собрала настоящую одежду, настоящих жертв сексуального насилия и просто лишний раз решила продемонстрировать всему миру, что это не провокация, это не было что-то, знаете, сверх такое вульгарное, когда девушка пошла и просто сказала, я готова. Это не тот случай и практически во всех ситуациях так и происходит. Мне кажется, женщина не может вызвать своим внешним видом реакцию на то, чтобы ее изнасиловали. Даже если она как-то одета в мини, это не повод, как сказал уже до этого Туллиген. То есть, это не повод совершать насилие и не повод. Просто единственный, мне кажется, женский такой, не минус, как сказать, ну, мы слабые создания. Мы не можем дать вовремя отпор. То есть, наш минус, наша красота. А вам не кажется, что насильники это больные люди? Потому что женщина оделась красиво не для того, чтобы ее изнасиловали, а может привлечь внимание любимого. Может быть, за ней надо красиво ухаживать, а не насиловать ее? Общество нетерпимо должно относиться к насильникам. А почему общество начинает осуждать тогда? Сразу обвинять жертву. И почему-то насильники устраивают свою жизнь легче, чем жертву. Это говорит о культуре общества. Вот недавно я брала интервью очень известного нашего психолога, доктора Асимова Марата, и он сказал замечательную вещь. Он сказал, вот ты, если простыла, заболела, загрибовала, ты пошла в больницу, потому что у тебя грипп температура. А если тебя изнасиловали, ты должна пойти в больницу, в милицию, к психологу, сдать анализ. Может быть, еще заразились спидом или венерическим заболеванием? А женщина, которую изнасиловали, у нее этой культуры нет, потому что общество ей навязало. Навязало уже мнение того, что если она пойдет, все узнают, будет стыдно. И насильника точно так же психологи говорят, его можно увидеть, вычислить заранее. То есть, если вы видите, что ваш ребенок замкнутый, ни с кем не разговаривает, периодически проявляет признаки агрессии, как правило, насильники, они маленькие, они незащищенные. Вот мой случай абсолютно, когда он написал портрет насильника, на вид они даже могут быть не агрессивными. Вот когда он написал портрет насильника, это просто мой случай. Маленький-маленький человек, на голову меньше меня, худенький, постоянно какой-то пакостный такой, вот такие маленькие пакости совершал, это мой одноклассник. Я никогда от него не ждала никакой агрессии. Как правило, он учился плохо в школе. Очень подло поступил, он просто меня отравил, усыпил, называется. Он не воспользовался мною сильной, он воспользовался мною слабой. Прежде чем это совершить, у вас что там произошло, таблетки какие-то не положили? Ну да, не подмешали в напитки, наркотики. Снотворные? Да, ну что-то я не знаю, что. Вы создали не потеряли. Но факт то, что это именно психология насильника. Когда мы готовились к этой программе, мы не могли не спросить обычных горожан, как они, во-первых, относятся к этой акции и вообще для них это болезненная тема сексуального насилия или нет. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо провоцировать просто в плане поздно гулять там в мини-юбке или сами провоцируют. Девушки, может быть, поэтому такое насилие происходит. Хотя много там разных людей ненормальных. Насилование является тем же видом преступления, что и кража, грабеж, и убийство. Поэтому здесь нельзя разделять по половому какому-то признаку либо по другому. Понимаешь? То есть у нас в обществе закоренилось тот стереотип, что изнасилование это относится к сексу, к половым отношениям, о которых нельзя раскрывать вообще в нашей жизни. Поэтому и женщины молчат. Все-таки это общество, и общество должно знать, чтобы где-то избежать каких-то ситуаций и так далее. Ну и потом этого не нужно стесняться. Это жизнь, это происходит среди нас, и я считаю, что это нужно доносить. С советских времен идет, что это стыдно, это нельзя говорить. Но нужно говорить об этом. И абсолютно... Жертва, в частности, невиновна оказывается в такой ситуации. Некоторые женщины, они должны свое защитить право, и поэтому они идут. Я думаю, что стыд тут надо положить в карман, надо идти, надо законом действовать, чтобы в следующий раз, чтобы этого не повторилось. Посмотрели сюжет и обвиняют женщин, что женщины могут спровоцировать изнасилование. Вы согласны с этим? Нет, я не согласна, что именно женщины провоцируют своим поведением на насилие со стороны мужчин себя. Их детей, мальчиков надо воспитывать со школьной скамьи, что должны существовать какие-то границы уважения к женщине, к девочке, к однокласснице и так далее, чтобы вот это в дальнейшем не случилось. Все-таки, если мы будем говорить об изнасиловании сегодня, вы можете назвать главную проблему нашего общества именно касательно темы «Не молчи». Наши женщины наконец-то перестали молчать, стали говорить об этой проблеме. И действительно, это очень важный вопрос, что законодательство на данный момент таким образом построено, что насильник может быть оправдан, он может не считаться преступником, а это способствует тому, что он в будущем может совершить такое же подобное преступление. Как справиться с тем, что все-таки, вы же понимаете, давление оказывается получается на вас? Если есть там явные признаки преступления, есть состав преступления, почему? Эта жертва может официально зарегистрировать. У нас есть прокурорский надзор, пусть обращается в адвокатуру, прокуратуру. Я считаю, что в наше время сейчас, наоборот, государственные служащие, должностные лица в первую очередь обращают внимание именно на личность преступника, кто он и что он. Закон для всех одинаков. Мой крик души такой, вот на сегодняшний день мы идем пошагово. Вот сейчас нас услышали женщины, они услышали, что молчать нельзя, они, по крайней мере, начали идти к психологам, стали разговаривать с родителями, стали говорить о своей проблеме. Да, я болею, у меня была такая проблема, пойдем мне поможешь, полечишь меня. Но второй шаг, который мы сейчас делаем, это именно шаг в сторону реформ. Мы сейчас создаем серьезный такой документ, проводим круглый стол и просим правительства, обращаемся к правительству, обращаемся к депутатам, чтобы они рассмотрели возможность поменять, внести поправки, убрать примирение сторон вообще, убрать. Это незаконно. Это уже не первый год поднимается эта статья. Как только мы уберем этот закон, уже намного легче всем будет, намного легче всем. И правоохранительным органам уже не будет вот этих лазеек. Все, я ничего не могу сделать, нет примирения сторон. Групповой изнасилование пойдет как групповое изнасилование. Сейчас групповое изнасилование, жертва пришла, 4 человека ее изнасиловали. И примирение сторон. Следователь сделает все, чтобы сделали сначала просто изнасилование, уберут троих, на одного повешивают, а потом следователь сделает все, чтобы было примирение сторон. Понимаете, Это практика, постоянная и повсеместная. Как бы ни было обидно нашим правоохранительным органам. Вы возьмите просто статистику соцсетей, что пишут люди в соцсетях. Под моим хэштегом, да, не молчи. Посмотрите, что пишут люди. Доверия правоохранительным органам нет. Не молчи – это движение, которое вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Но самое главное, что оно вскрыло глубоко запрятанный нарыв. Дорогие мамы, бабушки и сестры, будьте внимательны. К своим близким. Не оставляйте родного человека, если он попал в беду. Это был итог шоу «Женский мотив». Ну а мы, Диля Мухаммеджанова и Аянку Дайкулова, прощаемся с вами. И помните, главное, что движет женщинами – это любовь. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова